Понять воду значит понять вселенную. Так утверждал японский исследователь Масару Эмото. По силам ли людям такая задача? Ученые обнаружили в Калифорнийском озере Мона уникальную бактерию, в ДНК которой присутствует мышьяк. Это значит, она устроена иначе, чем все живые существа на Земле. Получается, в водоемах действительно могут существовать другие формы жизни. Какие тайны скрывают от нас реки и озера? Россия. Апрель 2018 года. Исследователь космического пространства Валентин Дегтярев из Нижнего Тагила обнаружил на Марсе огромное бурлящее озеро. Изучив фотографии Красной планеты, которые НАСА выкладывает в открытый доступ, астроном-любитель пришел к выводу. На Марсе есть вода, которая находится в жидком состоянии. Такая же, как на нашей планете. Она голубого цвета и постоянно кипит. Если открытие подтвердится, перед учеными возникнет масса новых вопросов. Там, где есть вода, должна быть и жизнь. Но какая она? Похоже, что озера Земли могут дать ответ на этот вопрос. Какие уникальные водоемы существуют на нашей планете? И что тайно ищут в них многочисленные экспедиции? Сегодня в программе. Правдивые мифы. Легендарные озерные чудовища и водяные существуют? Они лежали, как ледиво, переваливаясь сбоку на бок на берегу этого озера. Где искать тайны и знания древних цивилизаций? Славное море, священный байкал. Куда исчезают озера? Вы узнаете все секреты только в программе «Тайный Чапман». Давайте попробуем по правде. Са-концы, да? Как соленые озера могут помочь разгадать тайны красной планеты? Подобная, кстати, вода есть и на других планетах. Субтитры создавал DimaTorzok Великобритания. Ноябрь 2016 года. Таблоид «Дейли Экспресс» сообщает о новом секретном оружии России – организме 46Б. Это огромный ядовитый осьминог-убийца, который скрывается под четырехкилометровым ледяным панцирем Антарктического озера Восток. Автором сенсации стал сбежавший на запад участник научной антарктической экспедиции некий Антон Падалко. Он утверждал, российские исследователи столкнулись с 10-метровым осьминогом, когда пробурили скважину, чтобы исследовать реликтовое озеро. Выяснилось, осьминог способен блокировать сигналы радиосвязи, поражать противника на расстоянии 50 метров и даже менять внешность. В завершении своего поистине фантастического рассказа ученый напоминает читателям, что замки осьминога способны откладывать более 200 тысяч яиц. И задается вопросом, что будет, если русские забросят эти яйца во все озера Северной Америки? Раскрыть инсценировку британской газеты не составило труда. Оказалось, никакого Антона Падалки на русской станции «Восток» в Антарктиде никогда не видели. Это сюжет повести известного американского писателя Майкла Форсайта, автора книг в жанре хоррор. Все встало на свои места. Вот только зачем потребовалось перепечатывать и издавать миллионным тиражом эту байку? Эксперты полагают, волну подобной истерии вызвали успехи России во внешней политике на Западе. Но что, если дело не только в этом? Озеро Восток – одно из самых загадочных мест на планете. Оно было открыто российскими полярниками в конце 20 века. Площадь его сравнима с Ладожским озером. Это огромное озеро. Когда оно образовалось? Это вопрос. Озеро могло находиться под льдом на протяжении десятков миллионов лет. Ученые полагают, в его водах действительно обитают уникальные живые организмы, отличные от всех земных. Неудивительно, что вымышленное сообщение о меняющем внешность осьминоги-убийцы взбудоражило людей во всем мире. После такой клеветы все рассказы о таинственных обитателях озер могут показаться вымыслом. Но что, если так и было задумано? Кто может быть заинтересован в том, чтобы озера воспринимали исключительно как водоемы, в которых сосредоточен запас пресной питьевой воды? И не более. Не так давно правительство Японии совместно с ООН организовало Международный комитет перспектива мировых озер. Главная цель проекта – заботиться о мировом наследии человечества. Это все может быть какими-то внешне обставленными, гуманными какими-то и прогрессивными соображениями. На самом деле там ничего нет, кроме желания побольше залезть в наши тайны, в наши загадки. Я абсолютно в этом не сомневаюсь. Под благовидным предлогом заботы о мировом наследии можно получить доступ ко всем озерам мира. А ведь в них, по мнению ученых, может храниться сенсационная информация об истории человечества. Мексика. 2017 год. Команда археологов обнаружила на дне высокогорного озера у подножия вулкана Истаксиуатри каменное святилище. Оно является моделью Вселенной в представлении древних ацтеков. США. 2007 год. В самом крупном озере страны, Мичиган, ученые нашли загадочный археологический ансамбль, похожий на древнее мегалитическое строение Стоунхенши. США. Висконсина. На дне озера Рок находятся пирамиды, примерный возраст которых составляет 12 тысяч лет. Как они там оказались, неизвестно. Кто и когда их построил? На эти вопросы тоже нет ответа. Ученые-лимнологи, которые занимаются учением озера, встают масса вопросов, у них возникает масса проблем, связанных с учением озера. Но почему пристальное внимание приковано именно к озерам? Как считают многие эзотерики, это места силы, с которыми связано множество легенд и сказаний. В сериале «Игра престолов» одно из решающих сражений происходит как раз на льду замерзшего озера. Должны быть места, с которыми связаны те или иные события, места либо поклонения, либо памяти. И приезжая на это место, люди, жители этого мира, чувствуют не только происходящее здесь и сейчас, в текущий момент, но и свою сопричастность с историей. Специально для финального сражения пришлось воссоздать часть зимнего ландшафта, потратив огромное количество краски и искусственного снега. Более трех с половиной тысяч мешков каждый съемочный день. Результат впечатляет. Сражение с ордами мертвецов – одна из самых захватывающих сцен сериала. У меня сложилась ассоциация длинного озера с нашим Чудским озером. Это некая граница двух миров. Мира, так сказать, который пытается вторгнуться в другой мир, и мира, который обороняется. Мировой океан глубже и шире озер. Может быть, именно в нем и надо искать что-то необычное? Озера – это уникальные водные объекты. Они не сообщаются с мировым океаном, и именно поэтому все, что в озере происходит, в нем и остается. И там не меньше тайн, чем в мировом океане. То есть озера – это уникальный естественный природный архив. Адонные отложения – самая объективная летопись того, что происходило на Земле. Что же скрывают от нас озера? Россия. Ладожское озеро. Здесь полный штиль за несколько десятков минут может смениться настоящим штормом. А волны поднимаются на высоту 3-5 метров. Такое непостоянство озера заставило российского императора Петра I сказать, что настоящим моряком может считаться только тот, кто ходил по Ладоге. На карте Ладожское озеро похоже на след какого-то гигантского зверя. Под водой, примерно посередине водоема, происходит взаимодействие двух платформ. Северная часть Ладоги лежит на Балтийском кристаллическом щите, южная – на русской платформе. И вот что всех поражает, что южная часть, смотрите, какая плоская, да, и начиная с середины озера возникают всевозможные подводные возвышенности и депрессии, да, а вот здесь вот, вот шхерная часть, здесь насколько изрезан берег по сравнению с южным. Несколько раз в год на Ладогу отправляются научные экспедиции. Однако главная тайна озера до сих пор остается неразгаданным. Некий подводный гул, который фиксируют рыбаки. И даже Александр Дюма, когда был в середине 19 века в Петербурге, он совершил путешествие, в те времена ходили пароходики из Петрокрепости на Валаам, да, и он этот гул услышал. Да, это он в его воспоминаниях путешествия по России он описал. Звуки непонятного происхождения чаще всего появляются на Ладоге в районе самых больших глубин. Они напоминают удар колокола или молота о наковальне. Что существует шум, ученые согласны. Причина его непонятна. Это так называемые барантиды, то есть некий шум, который исходит из-под воды. Что это такое? Загадок, связанных с озерами, которые наука признает, но объяснить не может много. Еще одна из них – дрейфующие острова на озере Шайтан, которая расположена в Кировской области. То от одного берега, то от другого откалываются, отваливаются, отщепляются огромные куски от этого самого берега и пускаются в плавание, пускаются в плавание по озеру. Самые отважные туристы разбивают на островах палатки и дрейфуют вместе с ними. Местных жителей это приводит в ужас. Они верят, что в озере живет злой дух и предпочитают к нему не приближаться. Время от времени из озера Шайтан начинает бить фонтан воды. Высота струй доходит до 10 метров. Но о какой реальности может идти речь? Многочисленные древние легенды и предания рассказывают о духах, русалках и водяных, которые живут в реках и озерах. Неужели эти мифические персонажи – не выдумка? То, что в озерах что-то точно вводится из числа того, что современная наука еще не знает, в общем, это абсолютно точно, потому что такие сведения приходили из древности, из средних веков. И ладно бы, они прекратились там где-нибудь в 19-м, начале 20-го века, но они продолжают поступать и сейчас. Если такие формы жизни действительно существуют, то пресноводные озера лучше всего подходят на роль идеальных убежищ. Вот только почему до сих пор никому не удавалось поймать ни человекоподобных существ, ни чудовища, которых рассказывает фольклор? Озеро Кизиной-Ам на границе Чечни и Дагестана овеяно легендами и полно загадок. Это единственный водоем в мире, где обитает эйзинамская форель. Раньше ее регулярно поставляли на царский стол. Рассказывают, что с помощью этой рыбы можно восстановить потерянное зрение, вылечить мигрень и избавиться от множества недугов. Озеро Кизиной-Ам называют самым загадочным на Северном Кавказе. Местные жители рассказывают, что в его водах водится доброе чудовище. Но его никто никогда не видел. Возможно, это и есть та самая эйзинамская форель. Однажды рыбаки выловили из Кизиной-Ам странное существо весом 12 килограммов и длиной около одного метра. Озера, они просто обладают всеми теми свойствами, которые необходимы для существования таких видов. То есть там это законченная экосистема с проточной подчас водой, с хорошим запасом питания, которых может поддерживаться такая жизнь. И поэтому там могут происходить любые события, самые невероятные. И они могут казаться невероятными, но на самом деле это правда. Известный российский дайвер Александр Губин совершил более 150 погружений в озера на всех континентах Земли. И ни разу не встретился с чем-то загадочным и необычным. Он считает, что никаких озерных монстров не существует. Любая неизученность, любая неисследованность, она как раз и провоцирует загадки. А дальше уже люди придумывают всякие небылицы, легенды, и в итоге мы получаем некое изобыкновенное озеро, делают загадочное. Лохнесское чудовище впервые увидел хозяин гостиницы, расположенный вблизи озера. Но ведь раньше никто не знал, что такое туризм. Смотрите далее. Динозавры из озера Лабенкир. Свидетельства очевидцев. Мы видели двух странных существ, которые там как бы грелись. Эксперимент программы «Тайный Чапман». Разгадываем тайну подмосковного озера Сомина. Так, мне нужно набрать воды, наверное, все-таки, я посмотрю. Почему в озерах всплывают предметы, которые утонули за тысячи километров от них? Там был назин именной жилет представителей военно-морских сил США. Россия. Озеро Лабенкир. Это озеро стало знаменитым благодаря неизвестному науке огромному чудовищу, якобы обитающему в его водах. А ведь это место нельзя назвать привлекательным для туристов. В нескольких сотнях километров расположен полюс холода. Температура зимой опускается ниже 50 градусов. Вероятно, что Александр Губин – первый и единственный водолаз в мире, который погружался в его воды. Местный шаман, он просил у духов озера Лабенкир пустить водолазов в воду и обратно отпустить, и простить их за то, что они как бы потревожили это священное озеро. Якуты называют его не зря Эбэ, то есть мать природы они его называют. В озеро Лабенкир Александр Губин погружался пять раз, но не встретил никого похожего на доисторического ящера. Но, возможно, дело в том, что тайны открываются не всем. Иначе как объяснить то, что в первые послевоенные годы увидел заслуженный летчик-испытатель, штурман полярной авиации Валентин Аккуратов? Он как раз впервые нам рассказал о том, что однажды, пролетая над озером Лабенкир в Якутии, он увидел двух странных существ, которые там, ну, как бы, грелись, если можно так выразиться. Они лежали так лениво переваливались сбоку на бок на берегу этого озера и были размером намного больше моржей, как заметил Аккуратов, который моржей прекрасно знал, будучи полярным летчиком. Монголия. Озеро Хергиаснур. Этот реликтовый водоем образовался примерно 3 миллиона лет назад. Регион, в котором он находится, не подвергался серьезным геологическим и климатическим катаклизмам. Здесь не было материкового оледенения. На берегах этого озера происходит что-то непонятное. Там на протяжении уже многих десятилетий ученые регистрируют необычные нарушения песчаногравийных пляжей, которые, казалось бы, на первый взгляд могли бы оставлять только какие-то крупные животные, обитающие в этом озере и выходящие периодически на его берега. Есть мнение, что следы оставляют неизвестные науке крупные реликтовые рептилии, которые сохранились без изменений с доисторической эпохи. Их довольно часто удается выловить, и их вылавливают, и их изучают. Просто эти результаты этих обследований, они не доходят до широкой общественности. Загадочные существа из озер, из рек, они все складируются на каких-то базах в музеях. Музеи становятся полусекретными, как есть лондонский музей криптидов, куда не пускают людей вообще. И там можно найти представителей и русалок, и водяных, и леших. Очевидно, что сохранившиеся до наших дней доисторические обитатели озер не вписываются в стандартные понятия об эволюции. Впрочем, они могут быть не единственной тайной, которую можно раскрыть, исследуя озера. В Алтайском крае, который называют страной Голубых озер, ученые исследуют пресный водоем, где не водится ничего живого. Парадокс, но вода в озере имеет обычный состав и не содержит вредных примесей. Этот водоем называют «пустое озеро». От него все живое предпочитает держаться подальше. И это никак нельзя объяснить. На самом деле не может быть такое, чтобы водоем, который существовал в природе, он был пустым, в прямом смысле слова. Я вот когда там оказался ненадолго, там несколько лет назад на его берегах, я понял, что там действительно ничего нет, что это огромная какая-то странная такая лужа. Местные жители не раз пытались развести в озере рыбу. Но даже самые неприкатливые виды – щуки, окуни и караси – неизменно погибали. Когда ученые сравнили пробы воды из пустого озера и рыбных озер, расположенных по соседству, они были поражены. Химический состав воды оказался одинаковым. Более того, в пустое озеро впадают реки, вытекающие из соседних водоемов. Но рыба все равно не идет в него. Пустое озеро остается пустым и мертвым. Россия. Ярославская область. Май 2017 года. Программа «Тайный Чапман» приехала на берег озера Сомина, которое находится неподалеку от города Переславль-Залесский. На форумах часто появляются сообщения, что здесь тонут люди, а рыбаки вытаскивают из озера странную рыбу неизвестной породы. Часто это одноглазые, а то и трехглазые мутанты. При этом вода в озере не загрязнена отравляющими веществами. Как такое может быть? Мы взяли с собой парапсихолога Майю Брю и резиновую лодку, на которой отправим ее в небольшое плавание. Эксперт поможет нам исследовать озеро. Мне нужно набрать воды, наверное, все-таки. Я посмотрю. Открываю портал стихии воды. Может ли вода передать информацию, а наш эксперт считать ее? Вы знаете, по ощущениям, здесь есть воронка. Она затягивает, но она иногда выдает какой-то негатив. Удивительно, но озеро Сомина действительно представляет собой воронку, в которую впадает полноводная река Векса, берущая начало из Плещеева озера. Здесь в этом месте больше энергии, тяжелой энергии. И, возможно, поэтому здесь случаются какие-то происшествия. Здесь как засоренные раковины иногда бывают, вот забурлит, что-то вышло на поверхность. Старожилы рассказывают о туристах, которые решили искупаться в озере и поплатились за это жизнью. Найти их тела не удалось, а на месте, где ушел под воду один из смельчаков, якобы забил фонтан. У тех, кто окунался в воды этого озера, часто проявлялись необычные кожные заболевания. Почему одни озера привлекают людей, на их берегах хочется отдыхать и жить, а другие отталкивают? Я могу вспомнить озеро на Олааме, которое то ли Чёртово называлось, то ли, ну и сейчас называется, то ли ведьмино. И монахи, которые на это озеро приходили, они ощущали нечто, нечто им как бы, им что-то не нравилось. Они поставили крест на высоком берегу этого озера. Вроде как это всё прекратилось. Получается, искренняя молитва может изменить структуру воды и стереть негативную информацию. Но оказывается, не только она. Механизм очищения предусмотрен самой природой. После заморозки и после размораживания воды она становится структурирована, информация вся стирается. Если бы этого механизма не было на планете, мы бы уже не выжили, наверное, потому что столько энергии, за многие тысячи лет, сколько существует планета, это бы не вынесло столько информации негатива. Однако глубоководные озера не промерзают до дна, а некоторые не замерзают вовсе. Кроме того, озёрная вода не перемешивается с водами Мирового океана. Она сохраняет первоначальную информацию. Она действительно может очень многое рассказать о прошлом Земли, и не только о геологическом прошлом, но, может быть, даже о прошлом ранее существовавших цивилизаций. Может быть, программа расшифровки памяти воды уже создана? Ведь не случайно комитет по исследованию озёр появился именно в Японии, где уровень развития компьютерной техники один из самых высоких в мире. Реки и озёра таинственным образом исчезают по всему миру. За последние сто лет земля потеряла почти 70% внутренних пресных водоёмов. Кто же похищает воду? Россия. Владимирская область. Май 2018 года. Эта небольшая воронка – всё, что осталось от лесного озера с оконцы, расположенная неподалёку от деревни Пивоварова. В октябре 2017 года оно в буквальном смысле слова провалилось под землю. Здесь очень глубокий вниз портал. Вот если бы туда можно, была бы возможность крикнуть, я бы услышала эхо. Очень большой разлом. Время пришло, что это провалилось всё вместе с той живностью, которая здесь находилась. Рядом с воронкой перед экспертом начинает возникать череда картинок. Это прям сюжет для какого-то фильма. И любовь, и смерть, и всё остальное. Майя Брю увидела, что раньше на этом месте существовало древнее поселение. Чтобы удостовериться в правильности своих ощущений, эксперт раскладывает руны. Всё совпадает. В данном случае здесь есть просто интересная история одной очень такой волшебной магической любви. Это мужчина-маг, который забирал женские энергии для усиления своей силы. Я просмотрела ещё раз, просто уникальный случай. В древности около озера Соконцы находилась одно из мест силы. Здесь приносили жертвоприношения и отмечали праздники. Однако подобных мест на Руси было немало. Почему же под землю провалилось именно озеро Соконцы? Что это? Запоздалое проклятие одной из жертв древнего мага? Или что-то другое? Чили. Май 2016 года. В регионе Патагония за одну ночь таинственным образом исчезло озеро Риеско. Площадью 1400 гектаров. Ещё недавно на этом месте был идиллический водный пейзаж. А сейчас довольно неприятное зрелище. Песок и камни. Почему с планеты исчезают озёра? Таких мест очень много, когда исчезают такие большие территории, водоёмы. К исчезновению рек и озёр могут быть причастны инопланетяне. В ноябре 2017 года американские лётчики заявили, что видели, как НЛО откачивал воду из озера Скоттфлейт-Лейк, расположенного в Калифорнии. Сообщение американских пилотов вызвало широкий резонанс. Что же получается? Пресную воду с земли крадут представители цивилизаций, которые мы считаем гораздо более развитыми. На самом деле нет смысла никакого, скажем, существа, которые преодолели межзвёздные барьеры, межзвёздное расстояние, брать, забирать воду здесь на земле из наших водоёмов, поскольку в замёрзшем виде воды очень много в космосе. Похоже, мифы о враждебном настрое представителей внеземных цивилизаций могут создавать специально. А сообщение американских пилотов – фейк. Однако случаи забора воды из озёр описывали очевидцы из Алжира и других точек планеты. Так причастны или нет пришельцы к исчезновению озёр? Вода отвечает за эмоции. Вы тоже понимаете, какое здесь может быть переплетение? Взять воду, изучить и как-то её интегрировать в себе, потому что вода – это стихия, отвечающая за эмоции. Если представители внеземных цивилизаций пристально изучают человечество и историю Земли, то их интерес к озёрной воде становится понятным. Однако для этого достаточно взять только пробы. Какие же силы заставляют исчезать целые водоёмы? Давайте попробуем саканцы, да? Здесь нет никакой такой вот своеобразной негативной энергии. Это обычные такие природные процессы. Озеро Саканцы расположено в районе, где идут активные просадки грунта. Такие озёра специалисты называют «карстовыми». Карстовое озеро – это озеро, в донных слоях которого существуют растворимые материалы, которые в результате воздействия воды растворяются. И вода уходит в подземной полости. Схематично это можно представить, как будто из ванны полной воды вынули затычку. Ничего сверхъестественного. Однако в какие именно полости или тоннели уходит вода из карстовых озёр? Тоннели – это вот камень преткновения, в прямом смысле слова, для многих исследователей, потому что они могут, по легендам, они могут связывать даже просто водоёмы, находящиеся на гигантских расстояниях друг от друга. Озеро Бездонное в Солнечногорском районе Подмосковья прославилось тем, что его глубину пытался измерить сам Дмитрий Менделеев. Рассказывают, что знаменитому учёному не хватило верёвки 97 метров в длину. По сей день в середине озера происходят какие-то непонятные завихрения, после которых на поверхность всплывают загадочные предметы. Там был именной жилет представителей военно-морских сил США, причём мы выяснилось, что он пропал в 2000 году в Красном море. И, соответственно, этот жилет нашли на берегу этого озера в 2003-м, то есть три года спустя, как он туда попал, это большой вопрос. Есть и куда более серьёзный для науки вопрос. Как в озеро Байкал, которое является внутренним водоёмом, попала Нерпа? Байкал так далеко от океана, и там есть пресноводное тюле. И откуда он взялся? Как? Споры ведутся до сих пор. Каким-то образом, значит, он с Северного-Ледовитого океана попал, либо из Тихого океана. Но это такие расстояния, которые, как вот такое существо возьмёт, направится, не зная, ну, в кавычках, не зная, что там будет вода. Может под землёй существовать система подземных тоннелей, которая связывает между собой все водоёмы? Космос больше изучен, чем подводная подземная система. Мы не знаем, что происходит в 50 метрах под московским метро, а что говорить там о глубинах, там ближе к мантии, к ядру и так далее. В эпосе северных народов существует предание о том, что в глубине Земли плещется подземный океан, посреди которого находится Земля семи уровней, на которой живут лучшие из всех человеческих рас. На одном из гималайских наречий этот мир называется Шамбалой. Получается, бездонные озёра – проходы в этот подземный мир. Если это так, стоит ли удивляться нерпе в Байкале и невиданным чудовищам, которые иногда заплывают к нам в гости? Озеро Байкал заражено. Загадочная водоросль Спирогира захватила больше половины прибрежной территории. За два года уровень воды в озере опустился на 40 сантиметров. Что происходит с главным резервуаром пресной воды на планете? Знаменитый учёный-зоолог и ведущий программы «В мире животных» Николай Николаевич Дроздов впервые оказался на Байкале в студенческие годы. Легендарное озеро произвело на него настолько сильные впечатления, что даже сейчас, вспоминая о Байкале, на котором впоследствии довелось бывать много раз, он начинает петь. Байкал – крупнейший на планете резервуар пресной воды. Самое глубокое и древнее озеро на планете, которое появилось примерно 25 миллионов лет назад. По сути дела, разлом земной кори. Не было ничего, потом тут так крек и разошлось. И сейчас он потихонечку куда-то движется. Происхождение озера Байкал до сих пор овеяно тайнами и легендами. В конце прошлого века уфологи всерьез заговорили о том, что в Байкале может существовать высокоразвитая жизнь. Смотрите далее. Люди-рыбы. Неожиданная встреча в водах Байкала. Они решили одного из них поймать. Сетью, набросили на нее сеть. Окунуться и стать мумией. Страшный африканский феномен. Вот совершенно безумные температуры, там 41 градус. Марс на Земле существует, а жизнь на Марсе. Могут ли земные организмы жить в каких-то условиях максимально отличных от земных? В открытых источниках можно встретить информацию, что в 80-е годы прошлого века во время тренировочных учений военные водолазы встретили в водах Байкала странных человекообразных существ длиной до 3 метров. Они решили одного из них поймать сетью, набросили на него сеть. Здесь завязалась какая-то схватка подводная, возник какой-то энергетический импульс. И наших пловцов буквально как пробки вылетели на поверхность воды. Соответственно, в результате этого они получили кессонную болезнь, кровь закипела буквально в жилах. Документальных подтверждений этой истории никто не видел. Но известно, что Байкал славится аномальными явлениями. Например, уже не один год на льду озера Байкал в зимние периоды замечают какие-то странные круги, кольца. По одной из версий, эти круги оставляют деятельность какой-то подводной параллельной цивилизации. Некоторые эксперты отмечают, аномальные явления стали происходить чаще после того, как ухудшилось экологическое положение Байкала. Озеро захватывает чужеродная водоросль Спирогира. Возможно, это знак, на который мы не обращаем внимания. Эта водоросль появилась на планете примерно 4 миллиарда лет назад и смогла пережить все катаклизмы. Некоторые виды Спирогиры до сих пор не идентифицированы. Биологи связывают агрессивное размножение Спирогиры с хозяйственной деятельностью человека. Но вот что примечательно. В двух километрах от Байкала находится одно из самых рыбных озер – Катакель. Несколько лет назад от так называемой гавской болезни в нем погибла почти вся рыба и птица. По одной из версий, причиной заражения стала водоросль, которую занесли в озеро из Северной Америки. Водоем до сих пор остается токсичным, при этом он имеет связь с Байкалом. Можно ли считать это простым совпадением? Как и недавние заявления японцев о том, что в любой момент они готовы прийти на помощь и очистить Байкал. Они-то очень хорошо могут себе представлять, что в каких-то местах планеты, в местах силы, в том числе связанных с озерами, могут находиться какие-то предметы силы, которые можно потом будет использовать для усиления своего господства на нашей планете. Существует мнение, что на дне озера Байкал может находиться кристалл вечного знания, в котором заключена информация о сотворении Земли и даже Вселенной. Не этим ли объясняется повышенное внимание зарубежных организаций к русскому озеру и многочисленные совместные проекты, на которые всегда находятся деньги? Очень похоже, что скрытая программа поиска архефактов на дне озер на самом деле существует. Ключ к разгадке тайны красной планеты надо искать на Земле. Река Риотинто в Испании может быть неким подобием марсианских морей, которые существовали миллионы лет назад. Из-за высокого содержания железа вода имеет ярко-красный цвет и уровень кислотности такой же, как у серной кислоты. Еще до нашей эры вокруг реки Риотинто начали разрабатывать богатые месторождения золота, серебра, меди и других ценных металлов. С тех пор вода загрязнена тяжелыми металлами и химикатами. Уровень кислотности в Красной реке не могут понизить даже сильные дожди. Тем не менее, в Риотинто есть жизнь. Грибы, водоросли и бактерии. Микроорганизмы питаются железом, которое содержит камни на дне реки. Это поистине экстремальное существование. Нас очень интересует вопрос, а могут ли земные организмы жить в каких-то условиях, максимально отличных от земных. Именно поэтому такие места на планете, которые имеют действительно очень необычное сочетание условий, привлекают исследователей. Ландшафты в районе Красной реки схожи с марсианскими. Неудивительно, что рекой Риотинто заинтересовали специалисты НАСА. Экстремальные природные условия стали отличной площадкой для научных экспериментов. В ходе одного из них в долине реки был обнаружен минерал ярозит, который образуется только в кислотной водной среде. Такой же минерал добыл на Красной планете марсоход НАСА. Почему же американские специалисты продолжают отрицать, что на Марсе когда-то была жидкая вода? Возможно, она есть и сейчас. Первая информация о возможном наличии жидкой воды на Марсе поступала еще от советских исследователей, еще до распада Советского Союза. Если на Марсе когда-то была жизнь, вполне возможно, что на планете можно найти древние технологии другой цивилизации. Однако, если на Земле есть места, среда обитания которых похожа на марсианскую, это меняет дело. Озера и реки могут стать источником сенсационной информации, которая поможет разгадать тайны космоса и пошатнуть позиции НАСА. Африка, Танзания, рифт Грегори. Неподалеку от границы с Кенией находится уникальное красное озеро Натрон. Оно является частью рифтовой долины, которая возникла более миллиона лет назад. Это озеро – самый щелочной водоем на планете Земля. Температура в нем не опускается ниже 40 градусов по Цельсию. Он убивает и превращает в мумии все живое. Были целые куски, огромные куски слонов, например, крокодилов, каких-то местных животных, крупных, даже однажды видели такого законсервированного жирафа. Причем у него не исчезла даже вот эта пятнистая окраска его шкуры. Красный цвет озеру придают особые микроорганизмы, которые отлично чувствуют себя в горячей воде. Если вот с помощью воды и разных химических элементов творится какая-то, значит, кухня такая-то, такая химическая, может, даже биологическая, может, там что-то и рождается, то наверняка это можно спроецировать, перенести как бы на красную планету и доказать, что именно там вот все это происходило. Неужели разгадки сокровенных тайн космоса находятся в озерах? Почему именно водоемы-носители столь интригующей информации? Смотрите далее. Сенсационные находки в водоемах Антарктиды. В соленых озерах число организмов ограничено. Озера лекарей. Водные процедуры вместо лекарств. И месяцами там лежат, переворачиваясь с боку на бок и обжариваясь на солнце. И озера убийцы. Могут ли они погубить планету? Наша планета вновь будет лишь местом обитания бактерий. Австралия. Архипелаг Ришерш. Здесь находится один из самых красивых и таинственных цветных водоемов планеты. Розовое озеро Хиллер. В отличие от озера Натрон, оно не опасно. И даже наоборот, славится своими целебными свойствами. На берега озера Хиллер со всего мира приезжают люди, больные псориазом. На этом озере Хиллер тоже такой жуткий песок, красноватого, бурого оттенка. На нем прям тоже укладываются эти, в том числе и немцы, которые обожают лечиться. И месяцами там лежат, переворачиваясь с боку на бок и обжариваясь на солнце. В чем же причины уникальных целебных свойств песка и розовой воды озера Хиллер? Ученые думали, что причины всему особые микроорганизмы и водоросли, которые окрашивают в розоватый цвет другие озера Австралии. Но в пробах воды их не нашли. До сих пор секрет озера Хиллер не раскрыт. Так же, как и загадки других соленых озер. Соленые озера – это подарок богов. У многих народов такие водоемы считаются священными. Как утверждают исследователи, они обладают мощной лечебной энергетикой, которая очищает людей от порчи из глаза и избавляет от физических недугов. До недавнего времени самым соленым водоемом на Земле считалось Мертвое море, которое на самом деле является озером. В одном литре его воды содержится 270 граммов соли. Однако после исследования Антарктиды стало ясно – рекорд Мертвого моря побит. В сухих долинах Мак-Мерда в Антарктиде ученые обнаружили озеро, соленость которого более 40%. Этот водоем в два раза солонее Мертвого моря и в 18 раз более соленый, чем океан. Озеро, которое получило имя Дон-Жуан, расположено в одном из самых холодных районов Антарктиды. Однако вода в нем не замерзает даже при минус 50 градусах по Цельсию. Это открытие снова заставило ученых вспомнить о Красной планете, на которой были обнаружены следы странных сухих ручьев. По ним может протекать вода, только насыщенная необычайно большим количеством минеральных веществ. Такая вода, как, например, в Антарктиде. Вода не замерзающая при очень низких температурах. Дальше последовало еще одно сенсационное открытие. Обнаруженный на Марсе хлорид соли оказался идентичным составу соли озера Дон-Жуан. А в другом суперсоленом антарктическом водоеме озера Вида, которое находится под 19-метровым слоем многовекового льда, обнаружили микробов, живущих на Земле уже 3000 лет. По мнению многих экспертов, соленые озера Антарктиды, так же, как и Красная река в Испании, могут дать ключ к поиску органической жизни не только на Марсе, но и на других планетах нашей Солнечной системы. Процессы химические, которые происходят там вот с различными бактериями, с микроэлементами, именно в этих озерах целиком напоминают то же, что имеет место на Марсе. То есть, чтобы начать познавать и исследовать Марс, нам нужно как следует изучить антарктические озера. Многие эксперты не сомневаются, рано или поздно нам придется оставить Землю и создать новые миры на других планетах. Почему это случится? И не опасно ли то, что в озерах Земли все чаще стали находить экстремальные формы жизни, не свойственные нашей планете? Возможно, это знак грядущих катастроф, которые когда-то произошли на Марсе и Юпитере. Смерть притаилась на дне соленых водоемов. Эти водохранилища – мины замедленного действия, планетарного масштаба. Однажды они едва ли не погубили жизнь на Земле. Может ли страшный сценарий повториться? Американский спутник сделал снимок мертвого моря, который потряс ученых. Всего за один орбитальный виток цвет этого водоема стал абсолютно черным. Фотография выглядела так, как будто море мгновенно перевернулось. Поверхностные слои ушли вниз, а насыщенные сероводородом, которые как раз и имеют черный цвет, всплыли. Сероводород – это опасный газ. При контакте сероводорода с воздухом возникает взрыв, который уничтожает все живое. Например, в Черном море у нас растворен сероводород на глубинах больше 200 метров. Это отравляющий газ при высоких концентрациях. Сероводород и другие ядовитые газы растворены во многих озерах мира. Это озера убийцы. Камерун, озеро Ньос. 21 августа 1986 года. Здесь, в Центральной Африке, произошла катастрофа, которая унесла жизни более 1700 человек. Высокогорное озеро Ньос исторгло из себя огромный объем диоксида углерода. Выброс ядовитого газа продолжался в течение нескольких часов. Все это поднялось на воздух, на огромную высоту, а самое главное, на огромное расстояние. То есть там были накрыты вот этим жутким этим маревом на расстоянии 20 километров от озера. Вместе с жителями прибрежных поселков от утушья погибли все домашние животные, птицы и даже насекомые в окрестностях озера. Постепенно жизнь вернулась на берега. Но ядовитый газ продолжает насыщать воды озера. Сейчас его в два раза больше, чем было в момент предыдущего взрыва. И если что-то потревожит хрупкое равновесие водных слоев, озеро взорвется снова. А ведь озеро Ньос далеко не самое большое в мире. Площадь его поверхности менее полутора километров. Что же будет, если ядовитые газы начнут выходить и из других озер? Оказывается, подобное уже было в истории нашей планеты. 250 миллионов лет назад произошла очень страшная катастрофа, и, двое, не самая страшная катастрофа в истории нашей планеты, когда примерно 90% всех видов животных погибло. Может ли древняя катастрофа повториться? Ученые успокаивают. Если это и случится, то очень не скоро. С чем же тогда связан интерес к микроорганизмам, живущим в гиперсоленных озерах? Дело в том, что многие из них вместо кислорода используют другие соединения. А значит, именно такие формы жизни можно встретить в космосе. Это своего рода связь между мирами. Микроорганизмы могут стать ключом к разгадке тайн Вселенной и бесценным ресурсом для новых технологий на Земле. Некоторые из этих бактерий могут обеззараживать воду, зараженную ядовитыми веществами. И сейчас на Западе проводятся работы по поиску подобных бактерий, которые могли бы обеззараживать нашу планету. Бактериальные сообщества, обитающие в экстремальных условиях, это выход на биотехнологии и биометаллургию. Очевидно, что патенты на такие изобретения будут стоить очень дорого. А материал для них можно брать из соленых озер фактически бесплатно. Надо лишь найти подходящие водоемы. И тот, кто сделает это первым, получит преимущество и на Земле, и в космосе. Впрочем, самое сложное – научиться ладить с природой. Ведь человек настолько агрессивен, что запросто может уничтожить даже самые экстремальные формы жизни. Вода – это кровь Земли, а реки, озера и ручьи – кровеносные сосуды. Если где-то случилось заражение, рано или поздно болезнь распространится по всей системе. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.